итак кратенький обзор термометра выбора и гриль мини такая вот очень классная штука сейчас покажу что там внутри в коробке вот так все выглядит ну тут инструкция это значит сам термометр на подставке подставочка небольшая батареечка термометр он просто вот так в подставку вставляется таким вот образом довольно жестко крепится подставки вот здесь с этой стороны там внутри установлен магнит то есть она на самом деле магнит если ее например тут ничего железного нет хотя есть вот видно вот она примагнитилась то есть если удобно там где вы будете его использовать можно здесь есть металл то можно вот таким вот образом его прицепить подставочка отдельно сам сам термометр собственно но если такой подставочки нет то у них тут в комплекте повимо щупа вот давайте дальше разберем вот это вот это это специальная значит такая таблеточка здесь у нее сзади тримовская тримовский скотч если эту штуку оторвать то тут видно да клейкий слой то есть можно прицепить эту таблетку куда-нибудь только не гриллю пожалуйста потому что гриллю при высокой температуре это все сползает прицепить какой-то поверхности определенной и потом к ней можно таким вот образом цеплять собственно сам саму подставку для термометра мы потом прицепим как раз к столику когда будем готовить вот и последний компонент последний элемент комплекта это щуп щуп он выглядит вот так вместе с катушкой для наматывания довольно удобный это металлический щуп из нитравеющей стали который втыкается мясо вот этим вот частью вот а вот эта часть это джек 2 и 5 по моему миллиметра джек 2 и 5 миллиметровым предназначен для того чтобы втыкать его собственно сам термометр вот сюда у щупа провод с металлической оплетки выдерживает очень высокие температуры я не знаю не читал как обычно инструкцию я думаю что 300 350 градусов выдержать совершенно легко и собственно вот это вот такая резиновая вкладочка а тоже высокотемпературная потому что она будет находиться внутри гриля кстати по поводу термометра интересная вещь его можно использовать не только с грилем то есть например его можно использовать просто в обычной духовке точно также просто щуп втыкаете мясо приготовляемый продукт собственно и в термометр который стоит наружу вот кайф термометра состоит в том что он беспроводной то есть он передает все данные на смартфон или там на планшет вы просто устанавливаете приложение вот запускаете термометр включаете смартфон планшет выбираете нужную температуру или там предустановленный режим приготовления вот и собственно он на когда будет достигнута определенной температуры он об этом сообщает кроме того можно просто в онлайне будет следить за температурой он покажет какой текущая температура собственно приготовляемый блюдо еще один момент это вот вставка вставка батарейки для этого нужно просто повернуть сзади вот крышечку снять вот и вот сюда установить батареечку вот таким образом вот батарейка установлена для этого нужно просто закрыть все термометр готов к работе сейчас мы установим приложение я покажу текущие показания термометра бы установить приложение нужно просто зайти в play market или там на айфоне не знаю как это штуковина называется вот и соответственно здесь набрать просто ай грил да вот он даже подсказывает а игре вот устанавливаем вот это приложение которое называется выбор а игре нажимаем установить до происходит установка приложение установилась нажимаем кнопочку открыть и видим вот такую штуку ну тут в общем несколько советов get started здесь идет описание того как подключается ай гриль то есть здесь написано примерно следующее нажмите вот эту вот иконку после нажатия иконки ваш смартфон просканирует находящиеся устройства вблизи с помощью bluetooth вот и покажет список устройств которые доступны вот значит затем ну сканирование происходит какое-то время затем выберите устройство из списка вот и произойдет соединение с этим устройством это мы сейчас и сделаем нажимаем кнопочку finished он просит включить bluetooth включаем bluetooth bluetooth включен вот эта самая кнопочка о которой шла речь в подсказке то есть соответственно мы нажимаем эту кнопочку вот он просит разрешение на значит то чтобы показывать вашу локацию то есть ваше местонахождение нажимаем ok вот спрашивает как раз доступ к местоположению разрешить и что то мы не видим ничего сейчас секунду еще раз а вот вот пошло сканирование вот видно что крутится кружок у нас ай гриль кстати должен быть включен в этот момент а он у нас не включен тогда нажимаем вот на эту вот кнопочку держим ее немножко вот он горит а вот вот сейчас видно очень хорошо что он обнаружил что рядом находится устройство называемая гриль мини 870b вот собственно выбираем это устройство происходит подключение то есть настоящий момент он подключается к ай грилю не произошло вот он пишет что подключен ай гриль мини такой-то и вот здесь выводится сообщение что никакие щупы к устройству не подключены то есть и это действительно видно у нас к самому термометру щуп не подключен для этого мы просто берем щуп и втыкаем в джек вот и сразу же появилась на экране текущее показание температуры то есть он говорит что у нас сейчас воздух кондиционируется и все замечательно 21 градус чтобы проверить работает или не работает устройство можно нажать на температуру вот здесь будет выводиться график соответственно вот давайте сейчас я зажму щуп в кулаке вот и мы посмотрим будет ли изменяться температура 22 градуса 23 можно температуру мерить если дома не найдется градусника то в общем смотреть вполне себе хорошо и кстати сразу видно что выводится график температуры здесь у нас по оси x значит время по оси y у нас температура но вот я нагрел до 33 градусов значит собственно все что еще здесь какие есть возможности термометра у него есть возможность сделать настройки они достаточно простые можно выбрать устройство можно выбрать в какой шкале показывать температуру в цельсиях вот можно выбрать звук уведомления когда будет достигнута нужная температура можно выбрать за какой период в при alarm это за какой период до достижения целевой температуры нужно подать звуковой сигнал здесь установлена по умолчанию 10 градусов. То есть, если, например, вы поставили аларм на 75 градусов, то это означает, что в 65 градусов он вас предупредит, что через какое-то время будет достигнута температура. Вот. Значит, ну и, собственно, всё. Что ещё здесь есть? Здесь есть доступ к айгрилям, которые есть у других людей. Вот эта вот закладочка Globe. Он покажет, какие ещё айгрилы используются, и что люди готовят. Такой, как в сказке «Горшочек варей». Вот здесь легенда приведена. Беленькие пины означают, что это что-то готовили. Вот. Чёрненькие пины означают, что готовили недавно, а зелёные готовят в текущий момент. Давайте посмотрим, что готовили недавно в Германии. Вот, предположим, вот этот пин. Некий Stefan Rapp. Ну, я, правда, по-немецки не понимаю. Ладно, бог с ним. Тогда уйдём в Великобританию. Вот он. Лондон. Так. Происходит загрузка. Причём не грузится. У меня тут не самый быстрый интернет, но здесь вот парень пишет, что он недавно готовил курицу. Причём, он её коптил. Вот. Если загрузка произойдёт, то, соответственно, здесь будут дальше указанные режимы. То есть, при какой температуре всё это происходило, график, ну и всё остальное. Кстати, важный момент, чтобы вы понимали. Если вы соглашаетесь на это дело, то есть, когда вы разрешаете айгрилю доступ к вашему местоположению, то он, соответственно, вас покажет, где вы находитесь. Поэтому будьте аккуратны. Если вы не хотите скрыть, вернее, хотите скрыть своё местоположение, то не стоит этого делать и не стоит включать эту опцию. Но, тем не менее, если у вас есть желание как-то посмотреть, что делают остальные грилеры во всём мире, что они готовят, при какой температуре, то в этом и есть смысл. Вот. Ну вот, кстати, у нас уже температура, опять же, ущупа снизилась до 22 градусов. Уже 21. Вот. И последнее, то, что очень важно, да, то есть, собственно, как устанавливать температуру. Она становится очень просто. Нужно нажать вот на вот эту вот штуку, Setup Cook. Вот написано Setup Cook. Значит, когда вы на неё нажимаете, открывается вот такое вот меню. Здесь есть предустановленные сразу блюда. То есть, можно выбрать прям конкретное блюдо и даже не париться с тем, какую температуру указать. Предположим, если вы готовите курицу, вы просто нажимаете курицу и вот он здесь выводит, что целевая температура, вот, значит, пунктирная линия показывает тот уровень, который будет целевым. То есть, какой уровень мы хотим достичь. И вот здесь выводится значение. То есть, 74 градуса. Если вы готовите курицу, то, соответственно, ай-гриль будет ждать, когда будет достигнута температура 74 градуса, после этого он подаст звуковой сигнал. Кстати, напоминаю, что за 10 градусов он подаст ещё один сигнал. То есть, который говорит о том, что осталось всего 10 градусов до момента приготовления блюда. Вот. То есть, соответственно, это всё можно сбросить, либо можно задать свою собственную. То есть, можно установить, во-первых, буквально заполнить своё собственное блюдо. То есть, написать его название, установить температуру и так далее. Либо, если не выбираем пресет, то, соответственно, можем просто указать целевую температуру, которую мы хотим получить. Если вы не пользуетесь предустановленными температурными режимами, то нужно нажать вот эту вот опцию Create Custom Preset. Когда вы нажимаете, он вам предлагает выбрать следующие вещи. То есть, Range. Но здесь два варианта. Либо пиковая температура, либо диапазон. Зачем этого нужно, кстати? Очень важный момент. Когда вы выбираете диапазон, то он будет следить не только за верхней температурой, но и за нижней. То есть, это означает, что если, например, гриль вдруг начнёт остывать, то есть, скажем, предположим, требуется добавить уголь или ещё что-нибудь такое. Например, вы очень долго коптите какое-то блюдо. То есть, соответственно, вы устанавливаете нижнюю и верхнюю температуру. Вот это и есть режим Range. Короче говоря, диапазон. А пик, режим пик, это как раз достижение целевой температуры верхней. Здесь выбираем Range или пик. Давайте, предположим, пик. После этого, обратите внимание, когда мы нажимаем Range, он нам указывает вот здесь внизу. Укажите верхнюю температуру, укажите нижнюю температуру. А если мы выбираем пик, то он показывает только верхнюю температуру. Во втором, вот здесь, во второй опции, нужно указать просто название. То есть, можно для себя, можно придумать какое-то. Если вы там в сообществе, то, соответственно, люди там это дело потом увидят. А во второй опции нужно просто указать показания температуры в тех градусах, которые вы выбрали. То есть, если у вас там предустановлен Цельсий, то, соответственно, это будет градусах Цельсия. То же самое касается режима Range. То есть, здесь появляется еще Low. То есть, это нижняя температура. Точно так же она указывается в виде цифры. То есть, не ниже там чего-то. То есть, соответственно, когда будет достигнута низкая температура, он вам тоже просигнализирует. И все. И после этого, после того, как вы все это установили, нажимаете клавишу ОК и термометр будет точно так же работать, как и в случае с пресетом. То есть, вы просто создали свой собственный пресет. Предположим, вы готовите, хотите приготовить, скажем, индейку или курицу. И не пользуетесь предустановленными режимами. Нажимаете Create Custom Preset. То есть, здесь, соответственно, выбираете не Range, а Peak. То есть, курица. И указываем температуру приготовления курицы. На самом деле она составляет 75 градусов. То есть, внутренняя температура. И нажимаем Enter. Все. Пресет готов. То есть, нажимаем ОК. Соответственно, что мы видим на экране? Мы видим границу, до которой должна дойти температура. И при достижении этого уровня, соответственно, iGrill нам сообщит, что все, блюдо готово. Вот. Значит, это режим Peak. Если мы, например, хотим режим Range. То есть, режим диапазона. То тоже нажимаем Custom Preset. Вот. Выбираем Range. И, например, предположим, мы с вами коптим, я не знаю, грудинку. Грудинка. Называем этот пресет грудинка. Грудинка. Вот. Устанавливаем верхнюю температуру, выше которой не должно подниматься. Ну, для грудинки это 120 градусов. Это максимум, на самом деле, да. Вот. И устанавливаем нижнюю температуру, ниже которой не должно опускаться. Ну, рекомендованное по рецептам, это 102 градуса. То есть, соответственно, вот у нас предустановки для грудинки. Нажимаем ОК. Что мы видим, значит, что мы видим на экране? Мы видим, что у нас режим выбран грудинка. Вот. 120 градусов верхний уровень и нижний уровень 102 градуса. То есть, соответственно, верхний уровень показывается пунктирной линией на экране. При достижении этого уровня будет сообщение о том, что, значит, достигнут верхний диапазон. То есть, если, например, вам еще нужно коптить и недостаточно времени прошло, то, соответственно, вы можете там закрыть заслонки, и уменьшить температуру. А при достижении нижнего уровня, соответственно, вы можете добавить уголь, там, или что-то произвести для того, чтобы поднять температуру в вашем гриле. Ну, вот, собственно, и все. Очень удобная штука. Я готовил на ней и птицу, и свинину. Мне очень понравилось и, в общем, очень рекомендую. Кстати, в одном из следующих видео покажу обязательно, как использовать его на практике. Такие.